Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая посылка. Приехала она очень быстро. E-Packet это быстрая доставка из Китая. Давайте ее вскрывать. Внутри находится зарядное устройство. Производитель, с которым я еще пока не сталкивался. Поэтому вот купил целых три зарядки. Для того, чтобы сделать их тестирование. И понять вообще стоит их приобретать в дальнейшем. Поскольку качественные зарядки. Это достаточно бывает большая проблема. Купить на Алиэкспрессе. Поэтому хочется наверняка уже знать какие-то проверенные бренды. Эта вещь брендовая. Бренд просто неизвестен мне. То есть, но это не такие, знаете, нон-ин зарядники. Поэтому надежда на то, что они качественные у меня есть. Хорошо упаковал. В пенопластовой такой шкатулочке, можно сказать. Видите, все очень аккуратно лежит внутри. То есть, повредиться здесь ничего не могло. Так, это мы отставим, чтобы не крошился пенопласт. И давайте смотреть подробнее уже на сами зарядные устройства. Все зарядники разные. Стоимость их тут тоже разнится. Так, сразу эти пакетики мы вытащим. Видите, да, уже по количеству даже USB портов. У каждого они отличаются. И вот третий зарядник с одним USB портом. То есть, от одного до трех USB портов. Так, что касается вот этого. Это наиболее недорогой вариант. Он стоит меньше трех долларов. Так, его характеристики. 5 вольт и 2,4 ампера. То есть, суммарно на два порта он выдает до 2,4 ампера. Давайте сразу это мы протестируем с вами. Так, эти пока мы отложим в сторонку. Вставим вот сюда. USB-тестер. И вот такое вот сопротивление. Искусственную нагрузку. Установим. Ну, видите. Действительно 2 ампера он выдает. Но. Чуть-чуть не отвлекся. Напряжение при 2 амперах 3,63. Это очень мало. То есть, по сути, значит, 2 ампера ему не под силу. Ага. Нет, все же 2 ампера под силу. Но не 2,4. Вот, судя по этому тестеру. А 2,1 ампера. То есть, как iPad потребляют, 2,1 ампера. И при этом напряжение больше 5 вольт. Но как только чуть увеличивается. Сейчас посмотрим. Я выкручиваю. Почти 2,2, да? Напряжение еще хорошее. 5 вольт. Но вот чуть-чуть больше, и уже оно проседает. То есть, где-то вот граница 2,1, 2,2 ампера. Так, сейчас я установлю ток 1 ампер. Да, 1 ампер. И попробую рядышком поставить. Так, если удастся. Да, воткнул я. Нагрузку еще одну. Перевел ее в режим потребления 1 ампера. Вот зеленым она горит. И мы видим, что на нее подается 1 ампер. И на вот эту нагрузку большую подается также 1 ампер. Ну, то есть, делится ток на две нагрузки. И сейчас мы чуть-чуть должны увеличить ток потребления. И напряжение должно просесть. Потому что мы увидели, что он больше 2,2 ампер не выдает. Вот, видите, уже здесь 1,2. На маленькую нагрузку 1 ампер ровно. И сейчас должна быть просадка по напряжению. Вот, видите, уже 4,7. 4,69. То есть, суммарно 2,2 ампера на оба порта. В данный момент потребляет. Но это уже очень низкое напряжение. 4,3 это уже, в общем-то, неприемлемо. Поскольку в данный момент 2,3 ампера. Так, верну на 1 ампер. Напряжение нормализовалось. В общем, какой вывод можно сделать? То, что... Практически, в общем-то, то, что обещано производителем. Сейчас еще раз уточним все же. Да, 2,4 здесь указано. Но немножечко 2,4 здесь немножечко нет. Но в целом 2,1 ампера выдается. Что удобно, 2 USB у этого зарядника. Бренд, кстати, называется... Куай Хэнк. Такое весьма китайское название. Так, с этим адаптером мы разобрались. Он неплохой. По качеству мне он, в принципе, понравился. Небольшая несостыковка. Еще может объясняться тем, что сам тестер... Дает погрешность, естественно. Так, давайте попробуем вот такой тестер. Использовать ЮНИТЕ. Так, давайте снова подключим его. И вставим вновь эту же нагрузку. Так, мы видим здесь... Она на 1 ампере. 1,01 ампера. Сейчас будем увеличивать. До 2,2. 2,05. Вот, 2,2. Да, в 2,2 уже, в общем-то, происходит падение. И буковка L появляется. Это индикатор того, что слишком низкое напряжение. Уменьшаем ток. Да, вот, видите. Меньше 2,2. Если ампер потребления, то... Необходимый нам 5 вольт он выдает. В общем, больше 2,2 это зарядное устройство, недорогое, не выдает. Ну, собственно, это достаточно приемлемо. То есть, погрешность заявленная, ну, там, совсем считанные проценты. Так, давайте перейдем к следующему. Так, чем интересен вот этот адаптер? У него Quick Charge Qualcomm 3.0. Тот же самый производитель, как вы понимаете. Qi Hank. И вот здесь вот его характеристики. На выходе либо 5 вольт до 3 ампер. Шикарно. Большой очень ток. Либо режимы быстрой зарядки. 9 вольтами он выдает до 2 ампер. Что тоже очень неплохо. И 12 вольт 1,5 ампера. Давайте проверим. При 5 вольтах 3 ампера. Сразу гирлянду вот эту. Установим. Что у нас на нагрузке. У нас, да, осталось 2,18 ампера. И напряжение 5 вольт. 1 сота это, в общем-то, не в счет, вы понимаете. Давайте увеличивать до 3 ампер. 2,5 ампера. Напряжение стабильное. На 3,04 напряжение уменьшилось. Тем не менее, уже, видите, практически 3 ампера. Вот уже более 3 ампер. Напряжение 4,95. Вы понимаете, да, что 0,05 вольта это ни о чем. То есть, действительно, здесь есть 3 ампера. Выдает этот зарядник. Сильно больше 3 ампер у меня не потребляет сама нагрузка, резистор. По-моему, 3,2 что ли она выдает. Потом начинает тут колесико щелкать. Да, все. Вот, 3,2. Дальше уже прощелкивается. Да, вот. 3 с лишним ампера и 4,94 напряжение. Отличная зарядка. Так, теперь мне хотелось бы отключить нагрузку стандартную. Так, и сейчас я попробую подключить потребитель, который, насколько я знаю, должен потреблять ток с напряжением 9 вольт. Это смартфон Xiaomi Redmi 3S. Через какое-то время он должен переключиться на повышенное напряжение. Единственное, телефон практически полностью заряжен. Плюс он еще отключен. Так, сейчас мы попробуем включить энергию. Пускай телефон загрузится. По-моему, с включенным экраном он переключается на 9 вольт, когда не слишком заряжен, ну, процентов на хотя бы на 70 за зарядка, то в этом случае он переключается на 9 вольт на Quick Charge. Сейчас посмотрим. Пока потребляет только 1 ампер и 5 вольт стандартно. Да, 90 процентов, к сожалению, в данный момент зарядка смартфона. И не переключается он в режим быстрой зарядки. Так, сейчас попробуем, может быть, дело в кабеле. Ну, скорее всего, из-за того, что просто на 90 процентов он заряжен. Скорее всего, дело в этом. А, нет, вот, все, произошло. Произошло подключение. То есть, видите, хай, повышенное напряжение. Просто вот этот вот недорогой кабель, он, в общем-то, не поддерживает, видимо, режим Quick Charge. Не может он ток с повышенным напряжением передавать. А здесь вот, пожалуйста, кабель Remax. Напряжение 7,36, а не 5. И 1 ампер. 12 вольтами Redmi 3S не заряжается. То есть, никогда не, когда 0 у него полностью разряжен аккумулятор. Ну, вот, видите, около 9 вольт он поддерживает. Ну, видите, сейчас 90 процентов, поэтому 7,36. То есть, динамически изменяется. Не стоит на месте напряжение. В зависимости от степени заряда аккумулятора, контроллер внутри смартфона регулирует этот параметр. Так, ну и давайте отключим вот этот адаптер. И включим пока у нас все под рукой. Третий адаптер у него тоже Qualcomm Quick Charge 3.0, аналогично. Так, его параметры на выходе мы имеем... Да, тоже самое. Здесь даже заявлено, что от 6 вольт до 6,5 вольт 3 ампера. От 5 вольт до 9 вольт 2 ампера. И от 9 до 12 вольт 1,5 ампера. Это выход первый. И два других выхода, вот этих беленьких. 5 вольт 2,4 ампера максимально. Так, нас интересует вот этот выход с функцией Quick Charge. Сейчас переставим. Да, вот он зелененький. 5 вольт, видите, переключается на режим быстрой зарядки. 7 вольт и 1 ампер, чуть больше 1 ампера передается. С высоким напряжением. То есть в режиме Quick Charge, эти адаптеры, где это заявлено, да, функция Quick Charge Qualcomm, она работает. Так, и сейчас отключим смартфон. И поставим здесь нагрузку, протестировав максимальные токи. 3 ампера он выдает без проблем. 4,92 вольта, 3 ампера. То есть заявленные 3 ампера, пожалуйста, мы получаем с вами. Так, и протестируем два других выхода. 2,4 ампера. Сейчас уменьшим ток. Так, 2,3. Давайте я прицелюсь и на 2,4. Вот сейчас у нас. Ну, практически получилось 2,4. Вытащу и поставлю в один из белых портов. Ну, вот, к сожалению, такая же болезнь, как и у вот этого первого адаптера. Немножечко не соответствует при уменьшении вот здесь тока до 2,1 ампер, наверное, появится. Вот, да. 2,11 ампера. 5,24 вольта. А когда приближается ток к значению 2,2, видите, происходит понижение на 3,71. То есть, 2,2 ампера и 2,4, как вот здесь заявлено, здесь тока этого нет. Не выдают вот эти выходы ровно 2,4 ампера. Ну, во всяком случае, судя по бытовым вот этим USB-тестерам, 2 ампера есть, 2,1 ампера точно есть, даже чуть больше. Вот, но до 2,2 ампера не дотягивает. Вот, 2,11 есть, видите, даже с запасом. Здесь 5,24 вольта. В общем, в целом адаптеры мне понравились. Вот это небольшое несоответствие на выходах, где должно быть 2,4 ампера. Вот, если здесь бы производитель указал 2,1 ампера просто и на характеристиках технических указал бы просто 2,1 ампера, был бы просто, ну, идеальный адаптер. Тяжеленький, то есть, полноценный такой адаптер питания. Очень красивый черный, кстати, жалею, что я вот этот на 3 выхода не заказал тоже в черном цвете. Видите, он присутствует у продавца в черном цвете. Этот глянцевый, вы видите, беленький он глянцевый, блестящий. А здесь такой более матовый пластик. Выглядит так поприятнее, на мой вкус. Вот, ну и белым тоже можно пользоваться. Для обычных смартфонов вот этот зарядник будет вообще идеальный, потому что он стоит очень дешево, там, 2 с чем-то доллара. Два USB-выхода в путешествии взяли с собой, например, если путешествуете вдвоем, не берете каждый адаптер, а берете вот один такой адаптер и можете заряжать каждый смартфон. 1 А он будет выдавать на каждый выход. Этого достаточно для большинства смартфонов, если у вас нет функции Quick Charge. Если у вас с вашим спутником есть у кого-то Quick Charge, то можно вот такой адаптер купить. Один выход с быстрой зарядкой, и два выхода с зарядкой до 2,1 А. Не до 2,4 А, ну, мы уже из теста поняли. В общем, адаптеры очень неплохие. До этого я пользовался адаптерами вот такими. Один из них, вот этот, также поддерживает быструю зарядку, но только 9 Вольтами. 9 Вольт до 1,67 А. Или 5 Вольт, стандартная зарядка, не быстрая, до 3 А. Тоже классный адаптер, очень качественный, все соответствует. Выдает не 3 А, а 3,2 А. Ну, вот по максимуму, что у меня может выдать, потребить точнее вот эта нагрузка резистор. То есть этот адаптер очень-очень качественный. И второй адаптер, это производитель Remax. Его реализуют в данный момент. Здесь у меня вот нет надписи Remax. Тем не менее, это он и есть, видите. По форме можете, по вот этой вот бороздке. Здесь 2 USB порта. И он похож, на самом деле, вот на вот этот вот недорогой адаптер, который стоит практически в 3 раза дешевле, чем вот этот. В данный момент Remax продает такие адаптеры на Алиэкспрессе примерно за 6 или 7 долларов. А этот стоит там 2 с чем-то доллара. То есть, значительно дороже. И у него характеристики 2,1 ампера. 2100 миллиампер. Ну, это 2,1 ампера. 5 вольт только. Не Quick Charge, но, в общем-то, 2,1 ампера однозначно выдает на оба порта. Тоже хорошие адаптеры. Тоже они мне очень нравятся. Но хотелось что-то найти иное. Помимо этого. И вот эти адаптеры фирмы QI Hank, в общем-то, подойдут для большинства задач, и особенно для путешествий. Представляете, вот такой один адаптер взял и обо всем забыл. Три потребителя у вас запитаны. Вот такая распаковка и небольшой тест. Поставьте лайк, если вам понравился тест. Я старался. Внизу, справа под видео. Если вам нравится смотреть разнообразные распаковки товаров из Китая, то в левом верхнем углу, вот здесь, подписывайтесь на мой канал. Ссылки на все эти товары я приведу внизу в описании к этому видео. Переходите по ссылкам. Все, в общем-то, протестировано мною неоднократно, что касается вот этих адаптеров. И что касается вот сегодняшней распаковки, тоже все было перед вами. Все минусы и плюсы вы теперь знаете. Благодарю за просмотр этого видео. Всем пока!